Музыка Ребята, всем привет! На связи Антон Бустер Вы, наверное, уже соскучились по мне И я понимаю, почему Я пропал Контента стало в разы меньше Но Есть хорошие новости Я в своей новой уже студии Она закончена на 98% Есть маленькие Вопросы по оформлению Но В целом, как бы, уже Есть акустика Есть рабочая зона Все хорошо, подсветочки, красота Потом будет отдельный обзор Если тебе интересно, обязательно подписывайся На мой телеграм-канал Там я более подробно рассказываю про всякие штуки Вот Начнем мы с того, что будем потихонечку возвращаться в рабочий режим И делать обзоры на ваши работы В частности, работы моих учеников Которые мы сейчас будем обозревать Смотреть на ошибки Комментировать и Ставить лайки Ну, лайки, конечно же Ставим мне Хотя и Оценивая работы Тоже, я думаю Стоит написать Хотя бы какой-то комментарий Дабы поддержать Начинающее поколение Вот Что я могу сказать На канале будет очень много-много Сейчас полезного контента Будет мини-курс Совместный с Мошен-дизайнером Крутым, да Вот Это будет отличная коллаба Помощь Вспомогательный такой Мини-инструмент Для Легкого старта, скажем так В работе со звуком Поэтому, я думаю Он многим будет интересен Вот Будет Скоро новые видосы Обучающие По различным ВСТшкам Различным плагинам Да Обзорчики на Всякие симты И так далее То есть, контента будет много Поэтому Зайранее Ставьте лайк Подписочка Колокольчики Чтобы не пропустить И, конечно же Телеграмчик Тоже залетайте Ну все, поехали Я думаю, этого достаточно Вступления Чтобы Начать анализировать При первом же Просмотре Я эту работу видел И заметил сразу Эти огрехи Сейчас уже Я, конечно, подзабыл Но сразу же Бросается в глаза Наполнение Да В видео Понятное дело Мне прилетал комментарий В плане Того, что А как же Типа в оригинале Еще типа хуже Но Ребят Тут надо понимать Одно для себя Если мы равняемся На Работу Которая сделана Примерно Да В каком-то среднем Качестве А Качество Ну как можно оценить Можно оценить Только по ряду параметров Ряду факторов Целостность картины Стиль Проработка деталей АЧХ И так далее То есть Вот эти моменты Если они Где-то в оригинале Упускаются Тут два варианта Либо это Соответственно Умышленно Да так сделано Вот Но тогда Конечно Может быть Большое количество Разногласий С точки зрения Тех Кто это смотрит Слушает Вот Если даже Элементарные Какие-то Моменты Детальки Не подчеркнуты И Это сделано Умышленно Тогда Нужно Наверное В процессе Как-то понимать А сделано ли Это везде Так То есть Ну или Или это Какая-то халтура Либо Либо Это умышленно Тут Два варианта Поэтому Становится все больше Понятнее Это когда мы Целиком Посмотрим работу Оцениваем И так далее В целом Я сторонник Конечно же Максимального Наполнения По саунду Да То есть Уделение деталям Там Плотность звука Частички какие-то Проработка Вот этих персонажей И так далее В данной работе Что я могу сказать Здесь много Экшена Много движухи На старте У нас Сразу понимание Есть Какое-то Напряжение Да Саспенс В силу того Что у нас Заражение Города Или что это Заражение Города Какими-то Непонятными Кубиками Здесь Здесь сразу Плохо На мой взгляд Уделяется Внимание Фауле Главного героя Я бы его Раскрыл Максимально По звуку Сначала То есть Проработал Целиком Полностью Вот этого Нашего персонажа Крутая Сайфа Но резко Обрываются Сэмплы Это читается То есть У нас На старте Он появляется Уже Во-первых Если С точки зрения Кинематографа Мы уже можем Фейдом Подгружать Звуки шагов То есть Какие-то Металлические Роботизированные То есть Костюм Его Должен Как-то Звучать Плюс Мы наблюдаем Уже за кадром Что у нас Есть Движение Сайфа Мы его Не слышим Никак Это первая Ошибка То есть Мы не подчеркиваем Не погружаем То есть Полноценно В картины Мы видим Только Мы озвучиваем Только то Что происходит Это Очень Такая Неприятная Ошибка С точки зрения Общего Анализа Общего Видения Стилей Выработки Стиля Своего В дальнейшем То есть Если мы Допускаем Такие Огрехи Конечно Картина У нас По звуку Полноценно Не будет Звучать Очень Не хватает Фактуры Сразу Вот этого Звучания Вот этих Деталек То есть Тут много Все видео Построено На всяких Детальках И Конечно Хотелось бы Раскрыть И главного Героя И раскрыть Нашего Вот этого Врага Здесь мы Начинаем Да Погружать Фаули Есть Шаги У нас Есть Такой Момент Который Ученик Пытался Сделать В Cinematic Стиле Да То есть У нас Вначале Погружение Трубами Да Какой-то Есть Ambience Музыка Пульс Есть Я слышу Но вот Этот эффект Запоздалый То есть У нас Если мы Хотим Подчеркивать Музыкально Плюс Ну Акцент Делать Да На вот Этих Моментах Когда Там Поворачиваются Что-то Шок Какой-то Там Неожиданность Конечно Это нужно Делать В Синхрон С Видео То есть Он Идет Здесь Здесь Уже Во-первых Чтобы я Сделал Нарастание По трубам То есть Да Какой-то Какой-то Сабом Синтом Синтом Какой-то Да Это Можно Сделать В общей Картине Звуковой Сделать Интригу С помощью Звука Привязываясь К нашему Да Вот этому Врагу То есть Сделать Но опять же Это должно быть Что-то Явное Неполноценное Да Такое Допустим Там Что-то Такое Какой-то Собирающий Тот же Кубик Там Рубика Покрутить Сделать Плавное Нарастание Добавить Того же Синта Сделать Панораму По По стерео Да У нас Опять же Не чувствуется Массивности Пространства За счет Того Что сразу Четыре Штуки Мы никак Не разделяем Один Объект Вот этот Который Нас Пытается Сейчас Атаковать Убить Там Не знаю Что И Сразу Четыре Пространство Тут Не Читается Очень Слабенький Вот этот Вход Я не знаю На мой Вгляд Здесь Интереснее Можно Сделать Вот это Рассыпание Влетание То есть Должна Быть Плотность Какой-то Вуш Хотя бы Элементарный Он есть Но он Очень Слабенький Да И очень Мало Деталек В соотношении Ну То есть Визуала Это Рассыпано Просто Там 5-6 Штучек Лего А у нас Тут Рассыпание Идет Аж До Вот Этого Кадра То есть Они Они еще И формируются То есть Из этих Штук Сначала Идет Влет Озвучу Сейчас Голосом Вот Нету Моментов Разлетания Да И Взрыва Самих Персонажей Плюс Тут Очень Круто Сделана Соответственно Панорама Да У нас Движение В кадре У нас Здесь Сначала Слева Да Рассыпается Левее От Главного Героя Плюс Движение Идет Плюс Здесь В фолле Конечно Скольжение Ну Хочется Ну Почему Ж Его Не Озвучить То есть У нас Только Сейчас В звуковой Картине Мы только Наблюдаем Перкуссию Да И Вот Эти Выстрелы Все Больше Никакого Насыщения С учетом Динамики Нету Динамики В кадре То есть Движухи Это Очень Удешевляет Очень Сразу Ну Меня Это Отталкивает В плане Контента То есть Мне Сразу Неинтересно Смотреть Даже Если Мы Проанализируем Оригинал Как уже Повторюсь Мне говорили Что в оригинале Тоже Тоже Много Не Озвучено Но Тут Надо Ставить Себе Задачу Значит Сделать В сто Раз Круче И Послушать Как Это Может Звучать Если Это Будет Озвучено И Вы Сразу Поймете Действительно Здесь Нужно Умышленно Вот Так Вот Пренебрегать Да Каким То Саундом Либо Просто Мы Равняемся На Оригинал В котором Допустим Были Сжатые Дедлайны По Продакшену Либо Либо Вообще Работал Не Саунд Дизайнер А Кто То По Монтажу Соответственно Конечно У него Нет Навыков Работать С Подобными Проектами Ну И так Далее Хотя Это Проект Понятно Дорогой Я Не Помню Что Это За Игра Но Даже В Таких Крупных Компаниях Бывают Такие Моменты Поэтому Ориентироваться Сильно На Оригинал Посмотрел На Отдельные Да Какие то Сценки Как Реализовано То есть По звуку Да И Сделал бы Вывод Что Да Здесь Мощно Звучит Здесь Слабенько И сразу Понял Где Сделать Какие то Акценты На Улучшение На Раскрытие Максимально Да Вот Этого Видео Плоско Плоско Звучит Масштабная Сцена С Вылетанием Фактура Опять же То Там Какие то Кубики Пластиковые Теперь Стекло У нас Давайте Определимся Уже Вот о чем Я говорю Нам нужно Максимально Раскрывать Персонажа Чтобы В протяжении Любого Если это Будет Фильм То есть Следовательно Через 10 минут Мы сделаем Вообще Другую Фактуру Этого Персонажа Это Будет Полный Абсурд Нету Сабовости Не хватает Импакта Такого Хит Импакт Там Саунд Драг Саунда Опять же Не хватает То есть Перетаскиваем Вот Не раскрывается Тоже Этот персонаж Есть Какие-то Звучки Да Механик Sky-Fi Но Почему Не сделать Привязку Какому-то Интересному Даже Ладно Хер с ним Роботизированному Большому Монстру То есть Нету Не чувствуется Массивности Должно Быть Какого-нибудь Тот же Это тот же Годзилла Тот же Кинг-Конг Только В формате Робота И еще И с Какой-то Интересной Текстурой В плане Визуализации Звука Бэкграунд Тоже Не озвучен Не Фоли Тоже Шагов Не чувствуется Проработанного Пространства Вообще Эмбинса Локации Тут нету Смены Смены Кадров Да Из одной Локации В другую То есть Акцентов На Большую Да Какую-то Дальний план Сцену То есть Чтобы ощущать Где мы находимся Вот о чем я говорил Здесь уже Другая Фактура Вообще Здесь у нас Трикотание Появилось Кинематограф Синематика Не раскрыта В плане Акцентных моментов У нас есть Борьба У нас есть Переживания Трагедия Здесь Здесь акцент На то Хана Врагу Никак Мы не подчеркиваем Продолжаем Дальше То есть Следовательно Нам нужно Сделать Там Ну опять же Точку Какую По Минорную Да И Потом Сделать Разгон То есть Погружение К тому Что У нас Главный Грой Все-таки Остался Жив Следовательно Музыкальная Саунд Дизайном Это Конечно Нужно Подчеркивать Так что Ребят Обязательно Анализируйте Более детально Какой вывод Да Любую работу Прислушивайтесь К оригиналам Но не копируйте Однозначно Второе Да Третье Уделяйте Внимание Главным Персонажам Персонажам Это очень важно Они Как раз таки Несут нам Основную Скажем так Информацию Да В нашем Наших сценариях Вот в этих Сценариях В картине Это важно Вот И что еще И что еще Да и в общем-то И все Нет Если в рамках Всего вообще Проекта То конечно Нужно учитывать Еще и Грамотное Раскрытие Пространства Да Локаций Чтобы это Дополняло Максимально Максимально Раскрывало И Уделять Нимание Деталькам Деталькам Больше работать С текстурами С какими-то Органическими Звуками Больше записывать Подобные Сэмплы И тогда Будет Все Хорошо Все Всем пока Ребятки Я рад Снова Быть В строю До скорых встреч Субтитры